Ох, как давно я собиралась поднять эту тему. Обычно, когда возникают вопросы, мы обращаемся к гуглу, но тут все было посложнее. Я читала различные статьи, дипломные работы, научные диссертации журналистов и психологов, и, если честно, все никак не могла найти тот самый ответ на свой вопрос. Но, если вы смотрите это видео, у меня таки получилось найти этот самый заветный ответ. Всем привет, с вами Юля, я дизайнер бренда Julia F, и в этом видео мы попробуем понять феномен глянцевых журналов. Для чего их придумали, кто покупает и зачем? Я безумно люблю журналы Vogue. Было время, когда я их покупала каждый месяц на протяжении всего года. Мне нравится запах страниц, я вдохновляюсь съемками и классными образами. Но журнал быстро заканчивается, и начинаешь вспоминать, сколько денег потратила. А когда нужно положить куда-то журнал, видна стопка предыдущих, которые уже не актуальны, а выбросить жалко. Потом у меня возникла идея собирать журналы из разных мест, в которых я бываю, как открытки на память. Но в разных городах своя цена, и не всегда эта покупка целесообразна. Когда я бывала в Париже, то я, конечно же, побежала за журналом Vogue, но увидев цену то ли в 30, то ли в 40 евро, положила эту покупку обратно. Это в тот момент, когда в моем городе, в котором я живу, могу купить журнал за 3 евро. Я сейчас решила перевести в ту же самую валюту для наглядного примера. Какая разница, откуда будет журнал, если он будет пылиться дома с остальными? А если посчитать все деньги? Самая бесполезная вещь — деньги на ветер. Ну, логично, если ты не хочешь покупать, то не покупай, но ты так хочешь каждый раз купить, проходя мимо стеллажа. Так вот, собственно, и вопрос, почему мы знаем, что покупка глянцевого журнала — это самая бесполезная трата денег, и все равно идем и покупаем ее. Для вашего большего удобства я сокращала информацию несколько раз, так что представляю вам выжимку из всего нарытого. Анализ журнала Vogue. Сейчас я поделюсь небольшим набором статистической информации о журнале, который мы с вами так сильно любим, я так точно. Vogue — цветной глянцевый журнал для современной женщины о моде и стиле жизни. Новости, анонсы, интервью, мода и стиль, шоппинг и красота. Каталог и биография модельеров, дизайнеров, моделей и модельных агентств. Истории становления известных мировых брендов, фотографии модных коллекций одежды последних сезонов, репортажи с показов мод и недель высокой моды. Милан, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Копенгаген, Москва на страницах журнала. Для ежемесячного журнала Vogue характерно преобладание женской аудиторией. В основном журнал читают люди с высшим образованием в возрасте от 25 до 34 лет. Социально-экономический профиль аудитории журнала Vogue – это специалисты с доходом выше среднего. Читательницы Vogue ведут активный образ жизни, посещают светские мероприятия, выставки, премьеры, рестораны, магазины, много путешествуют, занимаются фитнесом и имеют различные спортивные хобби. Реклама в издании соответствующая. А теперь поговорим о глянцевых журналах в целом. Авторы глянцевых журналов дают настойчивые рекомендации о том, как надо жить. Мы научим, как достичь успехов, обещают они своим читателям. А за этим обещанием стоит другое, более значимое и объемное. Мы расскажем вам, что такое успех. Суть глянцевой жизненной установки – принципиальное отсутствие проблем, которые нельзя решить. Главное – позитивный и технологичный подход плюс целеустремленность. При этом внимание уделяется не процессу внутренних изменений, а жизненным внешним обстоятельствам, которые диктуют подключение и применение той или иной внутренней установки. Глянцевые иллюстрированные журналы относятся к печатным средствам массовой информации. Они занимают промежуточное положение в медиаиндустрии между газетами и книгами, что определяет их специфику. Она заключается в том, что изначально, с момента своего возникновения, журналы были призваны заполнить пробел между газетами и серьезными интеллектуальными книгами. На страницах журналов информация развлекательного характера, модные новинки, рекламы товаров и услуг чередуются с материалами по истории, искусству, культурному наследию, которые по форме и содержанию доступны массовому читателю. Глянцевых журналов множество, но перечень их тем на удивление скуден. Еда, отношения, покупки, курорт, гигиена. Они отличаются не направлением, оно у всех одно – не стилем письма и даже не дизайном, а по половому признаку – журналы для мужчин и журналы для женщин. Как следствие, единообразие финала всех историй, жизнь описанных глянцевых журналов – это восстановление нормы и стабильность. Функциональная сторона глянцево-алитарного журнала естественным образом связана с феноменом культуры, продуктом индустрии досуга. Его проявление обусловлено тем, что в связи с появлением у значительного слоя избытка свободного времени, досуга у людей, все больше возникает потребности убивать время. То есть одной из функций глянцевого журнала является заполнение свободного времени. Кроме того, можно выделить развлекательную функцию. Глянцевый журнал поэтому и избегает серьезных тем, специализируясь только на проблемах, решения которых не требуют принятия сложных решений, сохраняя при этом некоторую интригу на протяжении всего повествования. Целевая аудитория глянцевых элитарных журналов – это обеспеченные люди, ежемесячный заработок которых превышает средний. Ведь для кого, как не для них, предназначена реклама дорогих спиртных напитков, одежды от знаменитых модных домов, швейцарских часов и автомобилей премиум-класса. Но читают глянцевые журналы все. В чем причина? Красиво жить хотят все. А самый дешевый способ приблизиться к красоте – купить в ближайшем киоске свежий номер любимого глянцевого журнала. И утонуть в обилии статей, глупеньких тестов, красивых фотографий и вездесущей рекламы. Первые глянцевые журналы были созданы в Европе в начале 17 века. Эти журналы в основном были только с модными картинками, но благодаря им мода доходила до народа. Сначала журналы были с желтой шершавой бумагой, а картинки в них были просто разукрашены. И только значительно позже, когда бумажная промышленность и полиграфия позволили бумаге стать блестящей, они стали глянцевыми. И вот тогда в них появились уже не картинки, а фотографии. Эпоха глянцевой журналистики потребовала нового символичного языка, которым стала яркая иллюстрация. Иллюстрация в журнале играет особую роль. Это визуальный код, выстраивающий систему символических ценностей – эстетических, моральных, социальных, гендерных и других. Глянцевый журнал преподносит чисто визуально потребителю общепризнанную версию моды, социального, социально-гендерного мира и взаимоотношений в нем. То есть подсказывает, чего от вас ждут окружающие в более или менее типичной ситуации и какими должны быть ваши действия. Особое внимание следует уделить значению слов, образов и цветов на обложке глянцевого журнала. Сочетание этих элементов выстраивается таким образом, что выбор покупателя в идеале предопределен. Яркие цвета, привлекательные образы, доходчивая и краткая фраза в совокупности с интригующим смыслом – все это должно убедить потенциального покупателя в ценности приобретения. Купивший же журнал как бы становится сопричастным с изображением глянцевого мира. Образ жизни людей в мире все в большей степени приближается к единому стандарту. Автомобили, компьютеры, глянцевые журналы и мыльные оперы, хит-парады и рейтинги, гамбургеры и кока-кола. Вот те составляющие, которые формируют единый новый мир и современную массовую культуру. При потреблении массовой культуры действует механизм внушения и заражения. Человек как бы перестает быть самим собой, становится частью массы, сливаясь с ней. Он заражается коллективным настроением. При этом люди часто создают себе кумиров из кинозвезд, ведущих телепрограмм, модных модельеров, популярных писателей, чему в большей степени способствует создаваемая вокруг них реклама. Необходимо отметить, что за исследуемый период последние 10 лет доля журнальных материалов прямо или опосредованно посвященных вопросам потребления значительно увеличилась. Это объясняется тем, что сфера потребления из второстепенной превратилась в один из важнейших социальных институтов современного общества. А на смену простому советскому человеку пришел человек, потребляющий, основной деятельностью которого стало потребление. Давайте рассмотрим эмоциональную привязанность к журналу. Основная функция любых глянцевых журналов — формировать и корректировать представление людей об идеальной жизни. Соединение двух модальностей — кинестетической и визуальной, в сочетании с проявлением активного познавательного просмотра журнала, чаще именно в уединенном месте, где нас никто не отвлекает, позволяет акцентировать наибольшее внимание именно на тех эпизодах, которые максимально согласуются с идеальными представлениями. Субъект вправе остановить мгновение, то есть задержаться на какой-либо странице, многократно просматривая ее, вернуться к ней еще несколько раз за день, за неделю. В наибольшей степени о значимости феномена глянцевых журналов мы можем поговорить в связке с актуальными происходящими событиями и переносом себя в идеальное будущее. Читая журнал, человек словно надевает понравившуюся одежду на себя, ездит на роскошных авто, пользуется превосходными аксессуарами, общается с известными людьми, реализует свои скрытые возможности в виде визуализации желаемого результата. Последний пункт — наиболее ярко эксплуатируется журналами, которые дают простые, но очень эффективные рекомендации о том, как вести себя в той или иной ситуации. Например, 10 способов сказать «нет», 8 способов получить прибавку к зарплате и так далее. Этот механизм работает для журналов любого содержания, вне зависимости от читательской аудитории. Здесь субъект выбирает для себя максимально благожелательную роль. Например, роль критика, если он оценивает подход к изучению материала. Аналитика, сбор материалов и фактов. Наблюдателя, просто пролистывая журналы, наслаждаясь полученными впечатлениями. Партнера, когда он открывает собственный бизнес, прочитав о нем статью в журнале. Такие примеры приводятся собственниками бизнеса неоднократно. Размещенная реклама влияет на восприятие журнала и на их формирование его имиджа даже в большей степени, чем статейное содержание. Этот феномен легко прослеживается в том, что максимально известные всему миру журналы, такие как Playboy, Cosmopolitan, Vogue и другие, через наполнение издания различными брендами, в большей степени проповедуют стиль жизни, нежели являются источником информации, например, как газеты. Реклама как феномен в значительной степени определяет наш выбор и стиль жизни. Реклама в целом это вовсе не информация, как может показаться с самого начала, это именно психологическое программирование людей, причем без всякого на то их желания. Никто не станет выбрасывать огромные деньги только для того, чтобы сообщить нам о том, что появился новый товар и надеясь на то, что мы его купим. Подводя итог, можно сделать вывод, что внезапное появление красивого, яркого журнала на рынке стало безусловно фурором и перспективы развития глянцевых журналов, как нового типа СМИ, безусловно, были крайне амбициозны. Глянцевые элитарные издания – это прежде всего отражение потребностей общества. И именно в этих изданиях СМИ выполняют свою развлекательную функцию. Минимальное научно-аналитическое содержание материала, большое количество фото и картинок, расслабляющих внимание и показывающих релаксационную сторону жизни. Однако читателям глянцевые журналы не стоит забывать, что эти журналы – не безоговорочное руководство к действию, а просто один из источников информации, в основном рекламного характера. Важно уметь эту информацию фильтровать, оставляя себе только наиболее ценную и важную. Необходимо заботиться о своем внешнем виде, быть привлекательным, но не забывать и о духовном развитии. Прочитав аналитические данные о журнале Vogue, я поняла, почему именно он стал моим фаворитом. Однако во мне всегда борются две Юлии. Одна творческая и вдохновляющаяся, а другая аналитик. И именно 2 июля часто меня отрезвляет и дает возможность принимать верные решения. Поэтому сейчас я не покупаю эти журналы, а вдохновение ищу на других площадках. А какой журнал любите читать вы? И почему было бы интересно продолжить разбирательство в этой теме с вашей помощью? Согласны ли вы с тем, что было сказано в этом видео? Хотелось бы еще очень много чего сказать, но нужно было соблюдать тайминг. Поэтому на сегодня это все. Я с вами прощаюсь, до встречи и пока-пока!